Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа «День люди. События». Сегодня мы говорим о событии 10 июля. 10 июля 1935 года постановлением СНК СССР и ЦК ВКП «Б» был принят Генеральный план социалистической реконструкции Москвы, подготовленный в специальных комиссиях под руководством академиков архитектуры Семенова и Чернешова. Традиционно считается, что этот план был призван всецело подчинить город главному детищу Красной Москвы, Дворцу Советов. Однако, в своей сути он преследовал более глубокие цели – создать идеологический градостроительный образ новой Москвы, превратив ее в столицу мировой этапии. Сущность перепланировки Москвы состояла в том, что подавляющее большинство центральных улиц столицы, веками создававших исторический ансамбль города, практически исчезала с его лица. Старые улицы подвергались выпрямлению и значительному расширению преимущественно путем сноса лишних зданий или кардинальной их перестройки. Многие старинные дома уничтожались или перестраивались до неузнаваемости, некоторые передвигались вглубь дворов, уступив место помпезным гигантам сталинского ампира. В постановлении объединенного пленума МГК ВКП БМСовета от 11 июля 1935 года, утвердившим генеральный план, была дана четкая программа архитектурного оформления города. На первом месте стояли Дворец Советов и Дом промышленности. За ними следовали здания районных советов, Театр Красной Армии, Театр имени Мейерхольда, Театр имени Маспс, Ленинская библиотека, Академия наук, Институт Маркса и Энгерса Ленина, гостиницы, районные универмаги. Осуществление сталинского генплана остановила Великая Отечественная война. Однако, часть плана реализовать удалось, и еще долго в послевоенной Москве слышались его далекие отголоски. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.